Прихватила. Да, я с себя захопала. Это Ира, и она везет кота. Это Настя. Настя, как это прекрасно. Всем привет. Да. Ага, конечно. Она должна передать еще... Не прекраснее тебя Ксюше цветок. Ксюше, да, потому что иначе все. Ксюше ведь мы не повезем цветок. А я завтра принесла в школу. Не, она может после школы сама зайти, в принципе. Я думаю, это как нефига. А я завтра после школы... А, ну да. Да. Что, ты это разрисовала? Я с ним... Зачем? Рисовала. Зачем это все делать? Кстати, мы ведем свой репортаж из машины. Короче, мы снова... Ну, даешь Иру в каждом влоге. Мы сейчас передали Насте цветы. И мы едем вместе с котом. Его зовут? Тима. Его зовут Тима. И вообще Томас. Да, Тима и Томас это пропасть между этими двумя. Слушайте, ну не издевайтесь вы над его именем. Хорошо, мы не издеваемся. Точнее, я не знаю, почему она ко мне на выхту как стала, но не важно. Короче, мы везем делать вакцинацию теперь на этот раз к коту, чтобы Ира смогла надеть на него спрую и отправить... На тебя тоже. И на меня тоже, на всех. Потому что я привит уже очень давно. Мне не надо каждый год делать там от бешенства ничего. Потому что я не кусаю собак и не ем с пола. Ты меня кусаешь. Это не правда, это поклеб. Ира, ты меня подставляешь с такими фразами, мне потом пишут. Надо не рачивать. Еще нет, еще нет. Нам надо проехать сначала. Я не шутила, я тебя проверяла. Молодец. Молодец. Короче, а все, едем все туда же. А сегодня вот собачку что-то уже на этот раз бусил, вот почему-то тошнило целый день. Чтобы она не съела, что-то все стошнило. Мне обещали написать смс, что если ей еще раз тошнит, сейчас она поела творог. Он боится, конечно, потому что... Ира, расскажи, ну, потому что она, наверное, Ира его вывозит раз, второй, наверное, где-нибудь, да? Нет, третий раз его вообще вывожу. Куда-либо. И так как я его взяла с двух крестов с улицы, то он, в принципе, ни разу не выходил из дома, так что он очень боится внешнего мира. А ты расскажи, как вот получилось так? То есть это уличный кот. Ну, короче, моя одноклассница Эйлона. Которую я, кстати, видел, да? Кошка родила четверых котят. И я показала фотографию маме, где все они маленькие, ей понравился рыженький. Ну вот, и я решила взять просто так его у Илона, когда ему было два месяца. И я принесла его без спроса. И так он у меня и живет. Вот, какая добрая мама все-таки. Я не ошибся. Так, нам поворачивать. Получается, у одноклассницы кошка живет на улице. Живет на улице. Не у них дома, а просто, в смысле, вот рядом с домом, там, в доме, там, неважно. Ну, как бы в огороде считает. На улице, да. А у нее, ну, в смысле, участок дачный, да? Ну, да, у нее большой участок, у нее там две собаки, куры. Ну, просто я к тому, что, ну, вот, кстати, в моем детстве все-таки кошки, как правило, жили по подвалам у нас, к сожалению. То есть у нас не было таких замечательных вот клиник и приютов. Ну, потому что тут и клиника, и приют, вот, куда мы едем. Да, и, значит, Ира вот подобрала. Кстати, сейчас очень тут много машин, потому что здесь проводят дрессировку собак. Не знаю, дрессировку котов, наверное, еще не проводят, но... Ну, как ни печально говорить, но выжило из четверых только двое. Так что только Тима осталась и его сестра, которая родила еще. Угу, молодец. Ну, так что, если хотите, можете Лона брать еще котов. Хорошо, мы оставим адрес. А еще я заодно возвращаю вот эту клетку гигантскую. Выглядит привитый кот. Ира хочет, чтобы я с ним парился. Но если он укусит, то Иру придется тоже покусать. Не натравить собаку. Да не, а он лапочка. По поводу собаки сказали, кстати, что, в общем, если будет продолжаться рвота, то сразу без записи бежать и все такое. А Ира у нас, кстати, этот... Как это называется? Эмма. Я не эммочка. Эммакит. Я не эммочка. Эммочка. Потому что ты... Ты разве тебя не медиум носишь? То есть. У Иры осталась дача, и мы едем гулять. Да? У меня осталась дача. И мы едем гулять. Да. От прабабушки. Ладно, жучу. Жаль, кстати. Вот было бы прикольно. Я думаю, да? Да. И поехали бы мы в Сапу. Может, и такое случится тоже. Ты же не любишь снимать дорогу. Уроки украинского языка от Ирины. Бонэмээ Тэбэ. Да, вот переводи, давай. Пока тебя нет. Хорошо. Как ты вот давай про первое слово? Страпезник. 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 Ну, давай, Коля, ляпань. Ты нужна одна. Лесон два. Это кузнечик. Ну, блин, ты не ляп. Да? Я правильно? Да что, я не буду. Ладно, ладно. Не, я думал, хорошо. Тот, кто возвращается с трапезы, я думал. Я тоже думал. Тот, кто страпезничает. Ну, я думаю, сильная украинка. Царь страпезничать желает. Вот там знаменитая фраза. Угадай теперь, что такое метелики. Метелики – это такие маленькие… Вот когда он немножко метет совсем на улице. Чуть-чуть. С чем это ассоциируется? Там вдоль. По улице метелики метут. Вот я знаю такую песню. Ассоциируется с метелью, ну, или с метлой, может быть. Это маленькие метла такие. Ладно, хорошо. А что если я скажу так? У меня в животе метелики. Ну, значит, ты наелась снега. У меня бабочки в животе. Дурында. Нельзя такое говорить. Это детский влог. Дурында. Это тоже украска. Украска, я не знаю, как это. Вот на этом уроке, блин, я из-за тебя полосу не ту надел. Царевича его, блин, несут. Да, 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 да. Все так и есть. Все для кота. Просветы и туманы. Для кота. Вот эти. Наркоманы. Да, да. Нет, наркоман для кота. Это не пойдет. Ну, чтобы он простерзал их. Ира, знаешь, что такое заброс? Заброшка. А пока Ира спит. Ну, ладно. У меня на самом деле, вот, если вы хотите узнать, действительно, наберите в ютубе, что такое заброс. Там Коля очень популярный об этом всем рассказывает. Спасибо, вот это его развод. Да, эсочка. Кошачья эсочка. Ну, это собачья вообще, да, все-таки? Да, это собачья. Это для сбора фекалий? Вот это. А, это хвост, типа, тоже, тоже в этот, тоже укрыть. Лупенький. Ну, чего, господи, что это за хвост? Это... Мне это нравится. Какой-то маленький человечек. Вообще. О, господи, это идеально. Слушай, и вот я куртку себе дешевле купил, чем вот это вот все. Ну, теплый, все. Ну, на Тиму это не лазит, он жирный. Жирный. Ничего, она разносится, она разносится, как говорят. Так вот, тучка валирует. Потрясающе. Я не видел таких собачек. Не присмотрели, в принципе, никакой одежи нормальной. Вообще, честно говоря, Ира, давно бы пора начать уже шить. Ты же себе шила вот эти вот замечательные. Не плачь. Потому что нет тебя. Потому что, да. Бонни... Ну, да. Бонни-майтов. Короче, с чем там, в общем, нестыковка получилась с этими... Что неправильно? Быстро! Говори. Что? Пленка заканчивается. Сотрапезник. Сотрапезник, короче... Сотрапезник это сотрапезник. Нет такого слова. Переход хода. Обращайте барабан. Есть. Есть? Давай. Шучу. Куда я еду, блин? Она обманывает меня. Объясни мне такую вещь. Как будет выезжать вот та машина, которая стоит? Она поедет вперед, а потом сюда вывернет. Да, прекрасно. Как она вообще туда заехала? Я так всегда ставлю машину. Ну, ладно, моя мама друг. Ты спалила друга. Он уже выехал. Не, ну выехал-то выехал. Просто ему неудобно будет, я думаю.